В этом году выставка «Светло Калядной Зорки» отмечает свой первый серьезный юбилей – 10 лет. По словам организаторов конкурса, такая дата – уже большое достижение. Кроме того, наблюдается еще одна положительная тенденция. С каждым годом желающих принять участие становится только больше. А это говорит о том, что впереди форум ждет еще немало творческих свершений. Интерес к конкурсу с каждым годом возрастает. Не все работы, естественно, попали на этот конкурс. Некоторые работы, к сожалению, по каким-то причинам не смогли пройти такой жестокий отбор. Работы отсматривались и только лучшие смогли принять участие именно в выставке. В этом году в городском конкурсе приняли участие все школы областного центра. В основную часть соревнований было отобрано более 180 работ, которые уже на финальном этапе боролись за призовые места в девяти номинациях. Об уровне художественных произведений и о том, как сложно порой жюри было принять решение, кто из ребят достойный дистала почета, говорит и тот факт, что порой на одну ступень поднимались сразу несколько конкурсантов. Дипломов и памятных призов было выдано немало. К примеру, учащиеся 10-й школы города над Бугом были среди призеров в шесть раз. Секретом такого успеха педагог учебного заведения Наталья Солышко поделилась и с нашей съемочной группой. Во-первых, должен быть заинтересован сам педагог. Он должен быть сам творческий и сам должен быть открытый. Если педагог открыт для ребенка, если он готов ему отдать все, что умеет, все, что знает, еще и плюс свою душу, потому что без души педагога не бывает. Может быть прекрасный художник, но он не может быть педагогом. А может быть художник, ну не самого, наверное, высокого, все-таки художник это что-то очень возвышенное. Но при этом он готов вложить всю душу в ребенка, и тогда он достигнет довольно больших высот в своем именно воспитаннике. Такой подход к творческому воспитанию Наталья Солышко, педагог 10-й школы, уже давно и успешно внедряет в жизни при воспитании своих детей. Софья, мамина гордость, не один год участвует и занимает призовые места не только в рамках данного форума, но и на многих других. Девочка признается, что без искусства и творчества свою жизнь не представляет и надеется, что в будущем обязательно превратит свое хобби в любимую работу. Я с детства и рисую, и пою, и танцую. Мне вообще очень нравится и рисовать, и петь. То есть это вот все, чем я живу. С подведением итогов городского конкурса «Светло-колядной зорки» соревновательная жизнь лучших работ не заканчивается. Многие из них будут представлены на областных и республиканских форумах. А значит и вероятность того, что имена их авторов еще не раз прозвучат при объявлении победителей и призеров различных творческих фестивалей очень высока.